2 мая 2020 года с эфира телеканала Россия 24 убрали повтор передачи Никиты Михалкова Бесогон ТВ под названием «У кого в кармане государство?». Действия канала вызвали бурный интерес к творчеству Михалкова, а запрещенный ролик набрал меньше чем за месяц более 6 миллионов просмотров. Но о чем же говорил Михалков и почему это так не понравилось власти? Давайте разбираться. Начинает Никита Сергеевич с того, что говорит, что люди не осознают опасность коронавируса и поэтому не понимают, почему они должны сидеть дома. Какое количество людей считает, что это не вирусы, ерунда? Конечно же, человек, который не чувствует опасности, его трудно удержать дома. Он себя хорошо чувствует на улице, солнце. Да ладно, о чем разговаривать? А потом вируса ведь не видно. Это как радиация. И здесь я с Михалковым соглашусь. Большинство людей не коснулось эта болезнь, потому что власти ввели сдерживающие меры на опережение. А поскольку людей лично не касается, то они склонны не верить в опасность вируса. Но на этом рациональные мысли в видео Михалкова заканчиваются. Уже на шестой минуте происходит какое-то странное оправдание власти. Не хочу говорить за всех и не буду говорить за всех, но, если быть честными, вы со мной согласитесь. Мы очень часто, видя какую-то задачу, которую можно выполнить сейчас, мы ее выполняем, совершенно не думая о том, что будет дальше. А дальше что будет? У нас отсутствует в этом смысле такое глубокое стратегическое мышление. Мы очень часто принимаем решения. А если ты еще облечен властью, и ты это решение принимаешь, и оно касается тысяч людей, вдруг выясняется, что не туда. Ну, так было с этими пропусками в метро, когда тысячи людей стояли, дыша в затылок друг к другу. Да, эту проблему решили на другой день. Но все равно, ведь, наверное, очень важно чуть просчитывать вперед, а что будет дальше? Стоп, стоп, стоп. Подождите. Ладно, какой-нибудь Ваня из соседнего подъезда реально не умеет на два шага вперед думать и не знает, как просчитывать последствия. Но это элита, элита, люди, которые нами управляют, люди, которые себя называют самыми умными, самыми расчетливыми, которые себе платят из наших налогов, кстати, миллионы в месяц. Им по должности не положено ошибаться, по крайней мере, в таких простых вопросах. И сразу вопрос. Почему они не учли элементарного фактора? Времени проверки сотрудникам полиции каждого пропуска. А может им тогда освободить занимаемые места и пустить на свое место кого-то поумнее, кто может просчитать последствия на два шага вперед? Но нет. Таких вопросов от Никиты Михалкова мы не услышим. Зато вместо того, чтобы поругать мэрии Москвы, он начинает разоблачать Билла Гейтса. Поэтому если мы знаем и видим, что кому-то очень невыгодно сидеть дома, не работать, сидеть у компьютера, раздражаться, значит есть? Должны быть те, кому это выгодно, кому это удобно. И я предполагаю, что вы уже знаете ответ на этот вопрос. Но смотрим дальше. А вот миллиардер, филантроп Билл Гейтс, основатель Майкрософта, который занялся фармакологией. Зачем? Может быть, посмотрим. Посмотрите на эту статью десятилетней давности, опубликованную в престижном журнале Guardian. Из этой статьи мы узнаем, что в 2010 году Гейтсом был создан хороший клуб, или Good Club, на английском, куда кроме него вошли участники конференции. А именно, Дэвид Рокфеллер, Уоррен Баффет, Майкл Блумберг, Джордж Сорос и другие. И какая же главная проблема, которую публично обозначил этот клуб для планеты, и которую они намерены решить? Конечно же, перенаселение Земли. Михалков под видео не оставляет никаких источников. Либо он не знает, как это делается, либо он делает это специально, чтобы мы не могли проверить информацию. Но я все-таки думаю, первый вариант. Ну что же, я вбил вручную заголовок новости в поисковик, и сразу же вышел на эту публикацию десятилетней давности. Находим абзац, переводим на русский, получаем вот что. Темы были сосредоточены на образовании, чрезвычайной помощи, правительственной реформе, ожидаемой глубине экономического кризиса и глобальных проблем здравоохранения, таких как перенаселение и болезни. То есть, перенаселение это одна только из кучи проблем, которые решались в этом докладе, а не так, что этот доклад создан, и вообще вся эта организация создана для того, чтобы решить проблему перенаселения. Кому интересно, ссылку на документ я оставил в описании к видео. Заходите, читайте. Ну, а мы идем дальше. Количество углекислого газа, выдыхаемого людьми. Каждый год выбрасывается огромный объем углекислого газа. Более 26 миллиардов тонн. На каждого американца приходится 20 тонн. На жителей бедных стран менее одной тонны. В среднем на жители планеты по 5 тонн. Какими-то изменениями нужно добиться того, чтобы эта цифра свелась к нулю. В этом уравнении 4 множителя. Вспомним операцию умножения. Итак, слева объем выброса в СО2, и надо добиться, чтобы он был равен нулю. Объем зависит от числа людей на планете, среднего объема услуг, которыми пользуется каждый из них, среднего энергопотребления на услугу, и среднего объема выброса СО2 на единицу произведенной энергии. Как свести СО2 к нулю? Первый сомножитель населения. Сегодня в мире 6,8 миллиардов людей, и эта цифра вырастет примерно до 9 миллиардов. При условии крупных успехов в создании новых вакцин, здравоохранения, сфере охраны, репродуктивного здоровья, рост может снизиться на 10-15%. Со временем производство выйдет на такие объемы, что все жители нашей планеты могут быть вакцинированными. Чтобы уменьшить количество углерода, Гейтс хочет уменьшить количество людей. Провакцинировать всех, сделать бесплодными. Именно такую мысль преследовали создатели ролика, который в свою очередь запилил уже в свое видео Никита Сергеевич Михалков. Однако, если вы найдете ролик, с которого выдрана была вот эта цитата, и посмотрите его целиком, то, о чудо, он вообще не про прививки, не про население, он вообще про альтернативную энергетику. Нам необходимы решения, одно или несколько, невероятного масштаба и невероятной надежности. Хотя исследования ведутся во многих областях, я вижу лишь 5 направлений с перспективами крупномасштабного эффекта. Я не буду говорить о приливных станциях, геотормической энергии, ядерном синтезе и биотопливе. Каждая из них способна сделать свой вклад. И если он окажется выше моих ожиданий, то тем лучше. Он же после того говорит, что вакцинация может уменьшить прирост населения максимум на 10-15%, и население все равно вырастет на 1,3 миллиарда человек к 2050 году. При условии крупных успехов в создании новых вакцин, здравоохранения, в сфере охраны, репродуктивного здоровья, рост может снизиться на 10-15%. Но это все равно прирост примерно на 1,3 миллиарда. Далее он проходится по всем 4 пунктам и приходит к выводу, что единственное слагаемое в этом уравнении, которое можно сделать близким к нулю, это выбросы парниковых газов при самом производстве электроэнергии. И дальше все видео про альтернативную энергетику. Давайте теперь рассмотрим четвертый множество, и он окажется ключевым. Объем выбросов СО2 на единицу произведенной энергии. Вопрос в том, можно ли его свести к нулю. Практически все сегодняшние способы производства электричества, за исключением недавно появившихся возобновляемых и ядерных источников, дают выбросы СО2. Поэтому нам не остается ничего другого, кроме как создавать новую систему в глобальном масштабе. Нам нужно энергетическое чудо. Так, хорошо, ответят мне создатели видео. Допустим, Билл Гейтс не хочет население все истребить под ноль. Ну а как же 10-15% населения, которые не родятся из-за прививок? Ну, здесь он, наверное, имеет в виду, что если детская смертность в странах Африки, в Южной Азии будет маленькая, то и рожать люди будут меньше. Вакцинами делать бесплодными никого не собираются. Вообще у вакцин совсем другая задача. Задача вакцины это предохранить человека от смертельно опасной болезни, а не от нежелательной беременности. Но я тут, кстати, с Гейтсом не соглашусь. Вот, допустим, у нас есть среднестатистическая жительница Африки, какая-нибудь гражданка Конго, и она за жизнь в среднем рожает 6 детей. Цифры условны. Из-за отсутствия прививок и антисанитарии от дифтерии, кори, столбняка, малярии умирает половина детей, не достигнув 18-летнего возраста. Итого, прирост населения на одну женщину равен трём. Приезжают добрые дяди с Америки или Европы и в рамках благотворительности вакцинируют детей. В итоге дети не умирают от большинства болезней. Ну, правда, крокодилов в речке, ядовитых змей и так далее никто не отменял, так что смертность всё равно будет. Итого, после тотального прививания у нас прирост в среднем на одну женщину не уменьшается, а наоборот вырастает. Он составляет уже не 3, а целых 5 детей. Вообще, уменьшение рождаемости происходит не из-за вакцин, а из-за изменений в культуре. Когда у нас повышается уровень образования, когда у нас повышается эмансипация женщин, когда у нас происходит экономический рост, рост урбанизации и так далее. Все вот эти факторы приводят к тому, что люди начинают меньше рожать, а не из-за вакцин они это делают. Вакцины только дают возможность рожать мало, потому что дети не умирают пачками. Но будет ли женщина рожать мало или будет она рожать много, это уже зависит от уровня культуры, от уровня экономики, от развития общества. Так, например, вакцинация населения в странах Африки с одной стороны и низкий уровень культуры с другой стороны как раз и привели к взрывному росту населения в 20-м и в 21-м веке. То есть за детский геноцид и сокращение прироста населения выступает не Билл Гейтс, а как раз антипрививочники. Вот так вот. Ну, а мы идем дальше. Это патент под кодовым номером WO-2020-06-06-06. Он был зарегистрирован 26 марта 2020 года. Заявку на патент подала компания Microsoft Technology Licensing LLC, которую возглавляет Билл Гейтс. Еще 20 июня 2019 года. А 22 апреля 2020 года в аккурат в день 150-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина данный патент получил международный статус. Он носит название «Система криптовалюты, использующая данные активности тела». На секундочку отвлекусь, потому что как-то насораживает. 0-6, 0-6, 0-6. Вы понимаете, да? Это случайное совпадение или это намеренный подбор такого знака, который в апокалипсисе Иоанна назван числом зверя? Зловещая музыка, три шестерки, номер публикации патента, который еще и совпадает с днем рождения Ленина. Что может быть мистичнее? Все зрители экстрасенсов, любители РЕН-ТВ и Бесагона в напряжении. Давай, Никита, давай, что же дальше? Разоблачай, разоблачай этот заговор. Ну, сука, я не любитель ТНТ и даже не экстрасенс, но одна сверхспособность у меня есть. Во время просмотра видео я умею нажимать на паузу и гуглить источники. В графе Publication Date написано 26.03.2020 года. То есть международный статус патент получил не в день рождения Ленина, а 26.03. Покажите мне на экране, где там в этом патенте, где в этом документе написано 22 апреля. Или скиньте ссылку, потому что я не вижу этой даты. Когда патент опубликован, тогда он и приобрел международный статус. Номер вот этот 2020-06-06-06, это, кстати, международный номер, если что. Изначально-то апокалиптический патент Microsoft был зарегистрирован в США еще в 2018 году, на год раньше, чем в Женеве, и имел нейтральный и ни о чем не говорящий номер 16-138-518. И вообще, строго говоря, номер 06-06-06, это не сам патент, это заявка на патент. К настоящему моменту заявка обработана, технология зарегистрирована в США, и ее новый номер 2020-00-97-951. Где там число дьявола, непонятно. Как-то насораживает 06-06-06, понимаете, да? Это случайное совпадение, или это намеренный подбор? Случайно. Например, патент под номером 06-06-05 тоже принадлежит Microsoft. И вообще, Microsoft за 2019 год подала более 3000 патентов. Там всякие разные цифры присутствуют. Кстати, а может быть в их патентах есть что-то более страшное, чем чипирование? Есть что-то пострашнее? Но мы не обращаем на это внимание, потому что там нету шестерок в нужном количестве, потому что там непримечательные цифры. А вдруг они это все делают ради маскировки? А может быть тот патент вообще имеет номер 666 для того, чтобы отвлечь наше внимание от чего-то другого, более зловещего? А если серьезно, это просто удивительное стечение обстоятельств, когда патент, наиболее привлекающий внимание конспирологов, еще и имеет в своем названии три шестерки. Так, например, патент под номером 060607 принадлежит американской компании Western Design, производящей жесткие диски. И если бы они подали заявку всего лишь на один день раньше, не 21-го, а 20-го июня, то под номером 060606 был бы их патент. И тогда бы Никите Сергеевичу пришлось бы придумывать, каким образом уже Western Design хочет поработить весь мир путем улучшенной настройки конфигурации жесткого диска компьютера. Иронично! И вообще, почему мы прицепились к патенту с порядковым номером 060606 именно 2020 года? Вообще-то патент с таким номером есть практически каждый год. Вот, например, патент от 2019 года с номером 060606. Может быть и тут скрывается коварный замысел по порабощению мира. Но постойте-ка, мне кажется, что самый адский патент, скрывающий в себе план по порабощению мира, должен скрываться под номером, где есть цифра 13 и цифра 666. И это патент 060606 от 2013 года. Правда, патент заведен в городе Мюнхене в Германии. Повествуют о том, как сделать из стекла цилиндрическое тело методом удлинения. Ну, тут один из двух вариантов. Либо Билл Гейтс переехал в Германию, взял себе псевдоним, либо вычисление злодеев из заговоров по сатанинскими цифрам – не очень хороший метод. Ну, ладно, идем дальше. Что же за изобретение, которое решили запатентовать представители компании Microsoft? В резюме патента на сайте указано, что активность человеческого тела, ассоциируемого с задачей, представляемой пользователю и так далее, и так далее, дальше идет наукообразие, которым я не хочу вас загружать. Резюме простым языком. Что это значит? В тело человека вживляется чип, исполняющий роль контролирующего органа на предмет соответствия характеристик ежедневной активности для какой-то криптовалюты. Если условия выполняются, то человек получает определенные бонусы, которые может на что-то потратить. А тут Михалков начинает цитировать, а потом говорит, «Ой, тут что-то научно, много букв, в общем, долго, давайте я вам своими словами перескажу». В общем, в человека вставляется чип и далее по списку. А этот ход с вольным пересказом он делает потому, что в тексте невозможно найти строчку, которую можно было бы подчеркнуть, и которая бы переводилась как чипирование внедрения в тело человека датчиков и так далее. Там просто этого нет. Патент действительно предусматривает снятие параметров с человеческого тела. Но, как вы видите, даже на картинке нарисовано сенсор отдельно, человек отдельно. Данные об активности человеческого организма разработчики Microsoft предлагают снимать при помощи внешних датчиков и сканеров. Это могут быть термодатчики, датчики фиксации по типу ЭКГ. Это может быть что-то более сложное, типа МРТ-сканеров, которые одеваются на голову и так далее. Но, вероятнее всего, этот девайс будет иметь вид фитнес-браслета или вид ободка, если нужно МРТ с мозга. К слову сказать, даже самые обычные, самые дешевые фитнес-браслеты умеют мерить пульс человека, умеют мерить количество шагов, умеют вычислять, где человек находится по GPS. В принципе, всего этого достаточно для того, чтобы проект Microsoft работал. Ну, ладно, допустим, все, что там написано в патенте, это неправда и на самом деле действительно будет чипирование. А в проекте они написали открытые датчики, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Почему? Эй! Чтобы никто не догадался. Если условия выполняются, то человек получает определенные бонусы, которые может на что-то потратить. Чьи условия выполняются? Вот мне тоже интересно, кстати. Михалков настолько хреновый конспиролог, что он так и не смог придумать подходящую легенду, которая увязывала бы все факты, которые он озвучил. Даже к концу ролика так и непонятно, чьи команды будет выполнять человек, зачем все это нужно, как это все будет работать. Но допустим, допустим, что людям действительно будут внедрять наночипы под кожу для контроля и манипулирования. И первый вопрос, а такое вообще реально? Чипирование как таковое существует уже почти 40 лет. Животных чипируют на крупных фермах, чтобы производить вакцинацию в автоматическом режиме, используя компьютерную базу данных. Так проще, надежнее и дешевле. Самые маленькие чипы имеют размер рисового зернышка. Однако, через стандартную иголку шприца такой чип, естественно, не пролезет. Поэтому иголка для чипирования должна быть раза в 2-3 толщины. Должна быть вот такой вот примерно толщины. Если корова не в состоянии как-то сопротивляться его введению, то человек, увидев вот такую вот иголку, точно заподозрит неладное. Тайно это сделать под видом вакцины точно не получится. И второй момент. Самые маленькие на сегодняшний день чипы, которые используются при чипировании животных, представляют из себя просто метки. Там нет никакого процессора, там очень маленькая память. Как правило, там хранится 8-10 символов. То есть, просто последовательность цифр. Капсула размером не больше рисового зерна внедряется под кожу животному в районе шеи и остается там до конца жизни. Чип содержит 15-значный код, по которому с помощью специального сканирующего устройства можно будет идентифицировать животное. То есть, никакого процессора, который принимает данные, вычисляет данные, дает какие-то команды, а уж тем более отправляет данные к спутнику, там нет. Метка состоит из медного конденсатора, антенки и микрочипа. Чтобы чип заработал, к нему надо поднести специальное устройство, специальный сканер для чтения таких меток. Сканер возбуждает медную проводку в самом чипе, чип получает заряд энергии и излучает обратно сигнал, информацию, которую он содержит. Действие аналогично магнитным меткам в магазине. Вот чип на месте. То есть, с помощью таких чипов даже кошку по спутнику не найдешь. Для того, чтобы идентифицировать кошку, у вас в одной руке должна быть кошка, в другой руке должен быть сканер, и еще ее метка должна быть занесена в специальную зоологическую базу данных. Вот так вот сложно. Но, допустим, Билл Гейтс отскрывает от нас самые передовые технологии, и технологии по изготовлению наночипов уже есть, но мы о них не знаем. Действительно, технологии изготовления микропроцессоров позволяют на 1 квадратный миллиметр внедрить более 100 миллионов транзисторов. Конечно, процессор размером с волосиную будет в 100 или даже в 1000 раз медленнее, чем процессор в вашем домашнем компьютере. Но, с другой стороны, нам же на нем не в GTA 5 на максималках играть. Нам нужно всего лишь принимать сигнал и отправлять сигнал на базу от человека. Но что дальше? Для работы процессору нужна оперативная память, а она, как правило, не маленькая. Но и тут есть решение. Еще в 2016 году компания Micron раскрыла информацию, что превзошла по плотности магнитные пластины жестких дисков. В пересчете на 1 квадратный миллиметр, самая плотная на сегодняшний день память 3D NAND может обеспечить 536 мегабайт. Опять же, для домашнего компьютера это, конечно, ни о чем, но для микрочипа под кожей, для хранения какого-то небольшого количества данных и обработки команд этого вполне хватит. Но главная проблема – это питание и передача сигнала. Самая маленькая антенна для передачи 5G сигнала выглядит вот так. И в современных смартфонах она даже не одна. Шприц такое точно не залезет. Поэтому не стоит ломать вышки 5G, если и будут управлять как-то чипированными людьми, то явно как-то по-другому. Ну и самое главное – это питание. Даже процессор и память размером с волосину будут потреблять порядка 10-20 милливольт. Питание от человеческого тела сделать невозможно, потому что единственная технология на сегодняшний день основана на эффекте PLTE и нуждается в разности температур. То есть один конец элемента может быть вживлен в тело, второй должен выходить наружу для рассеивания тепла, что опять же незаметно не сделаешь. Солнечные батареи, биобатареи, использующие соли, пота в виде пластыря или выработка энергии из вибраций при ходьбе, как в часах – все это и большое, и заметное. Если условия выполняются, то человек получает определенные бонусы, которые может на что-то потратить. Кто управляет этими чипами, имеют полную возможность вами руководить, имеют полную возможность заставлять вас делать то, что им надо, за что они вам платят, и таким образом вы становитесь элитой. Так, то есть если человек выполняет определенные действия, он получает вознаграждение, если не выполняет – не получает. А вам не кажется, что для этого он должен знать условия сделки? А можно отказаться от этого? Да, конечно. Вы свободные люди. От этого еще и можно отказаться? То есть у чипированного, получается, есть еще и право выбора? Так на какой хер тогда делать чипирование через вакцины? Незаметно тратится на изобретение вот этих миниатюрных чипов, когда человек все равно будет знать, как получить деньги, как не получить, ему все равно будут оглашать условия контракта. Смысл тогда его чипировать тайно. Но давайте послушаем еще раз самый жуткий момент видео. Кто управляет этими чипами, имеют полную возможность вами руководить. Имеют полную возможность заставлять вас делать то, что им надо. За что они вам платят? Ну вообще-то, по такому же принципу, нами уже давно управляют работодатели. Вы устраиваетесь на работу, и вы 8 часов делаете то, что не хотите, чтобы получить деньги. Если вы делаете не то, что надо, деньги не приходят. То есть работодатели забирают вашу свободу, вашу личность, когда вы подписываете трудовой договор. Кто управляет этими чипами, имеют полную возможность вами руководить. Имеют полную возможность заставлять вас делать то, что им надо. За что они вам платят? А можно отказаться от этого? Да, конечно. Вы свободные люди. Ну так вы уже не поступите в университет. И зарплату вы не возьмете большую. По сути, зловещий заговор Никиты Михалкова уже действует, как 300 лет по всей планете. Только итоги подводят не по сигналу чипа, а по бухгалтерской книге или по статистике продаж в 1С. И я опять спрашиваю, зачем чипировать людей? Трахаться и изобретать этот миниатюрный процессор, чтобы он залез в вакцину, иголку, чтобы это все было незаметно. Зачем? Ну вообще, у меня не хватает слов. Такое чувство, что у Никиты Сергеевича очень короткая память. Мало того, что на 19-й минуте он забыл о том, о чем говорил на 12-й, так он еще, видимо, забыл, что в соседней студии сидят другие пропагандоны, которые обещают догнать и перегнать Америку по вакцинированию людей от COVID-19. Вакцину, созданную и проверенную на себе российскими учеными, в середине июня начнут испытывать на добровольцах. Финальный экзамен. Вакцину против COVID-19 в России уже испытывают на людях. То есть, пока Билл Гейтс там думает, как под видом вакцины внедрить чип, у нас уже эти вакцины делают. Постойте-ка. Ну это что получается? Билл Гейтс наконец-то приедет в Россию со своими чипами, замаскированными под вакцины. А ему россияне скажут спасибо, а нам уже не надо. Мы уже все привиты от короны. Ой-ой-ой, ой чудеса, ой чудеса. Так, постойте-ка. Но если у нас впервые всех делают вакцины, и людей уже скоро будут вакцинировать, так может быть мировой заговор и мировой контроль через чипирование будет делать не Билл Гейтс, а правительство Российской Федерации? Ладно, давайте без шуток. А что на самом деле содержится в патенте Microsoft? Идея Microsoft с отслеживанием активности жизненных показателей пользователя при выполнении определенных действий перед компьютером заключается в том, чтобы в технологии майнинга криптовалюты или исполнения блокчейн-операции исключить вычисления хэш-функции. То есть, если очень просто, вот к примеру, деньги, напечатанные в банке, ну или созданные безналичные деньги на банковском счете, сами по себе ничего не стоят. Но так как их печатает государство, и они привязываются к ценности всех произведенных товаров и услуг на территории этого государства, поэтому у этих денег появляется ценность. Но у криптовалюты нет ни банка, ни государства. Каким образом сделать так, чтобы она хоть что-то стоила? Компьютером производятся трудоемкие операции, тратятся энергоресурсы, производится работа процессором. И в результате полученный уникальный код приобретает стоимость. Это если очень коротко, буквально там в двух словах. Я не специалист по криптовалюте, поэтому если кто-то из тех, кто разбирается очень глубоко в этой теме, хочет меня поправить, пожалуйста, вперед в комментарии под видео. Так вот, Microsoft предлагает, вместо того, чтобы сжигать ресурсы, сжигать лишнее электричество, использовать для этих целей активность человеческого тела. То есть, упрощенно, тело человека прошло из пункта А в пункт Б, затрачена энергия, на основании этого создается новый код, новая валюта. Но постойте, скажете вы, и что мне до того, что какой-то Вася там прошел из пункта А в пункт Б, проделал какую-то работу, какие-то калории сжег, работа должна быть полезная, полезная прежде всего для меня, тогда это будет ценностью. И тут я соглашусь, когда, к примеру, добывается нефть, которая является абсолютно ликвидным товаром, когда, к примеру, выплавляются металлические, какие-то слитки, которые потом идут в промышленность, на производство запчастей и так далее, и под это все печатается валюта, тогда вопроса о стоимости этой валюте как бы не возникает, о ее ценности. Но ценность крипты в том, что в нее готовы люди вкладывать настоящие деньги, поэтому она что-то и стоит. И это не валюта, в нашем понимании, ей не торгуют банки, ее не используют юридические лица, на нее даже жвачку в магазине не купишь. По сути, это новый формат МММ. Пирамида, пузырь, который существует за счет того, что тогда люди вкладывают деньги в надежде на то, что курс валюты вырастет, и они заберут потом обратно их с прибавкой. Но что же хочет Билл Гейтс? Ну, во-первых, изобретатель патента не Билл Гейтс. Во-вторых, он с 2008 года даже не председатель совета директоров, он Майкрософтом не управляет. Майкрософтом владеют тысячи других акционеров. Доля Гейтса на март 2020 года чуть более 1%. Так, давайте еще раз. Итак, у нас есть Билл Гейтс, который занимается распространением вакцин. Билл Гейтс выражал намерение сократить население Земли на одном из выступлений на TED. Билл Гейтс является основателем компании Майкрософт. У нас есть Майкрософт, которая зарегистрировала патент с номером 060606, который якобы предполагает чипирование и контроль населения посредством криптовалютного стимулирования. У нас есть пандемия COVID-19, которую якобы Билл Гейтс и Майкрософт хотят использовать в качестве предлога, чтобы внедрить всем наночипы под видом вакцин от вируса. А теперь по факту. Тотальное уменьшение населения не входит в число задач Билл Гейтса. А то видео было про альтернативную энергетику. Он хоть и основал Майкрософт, но давно им не управляет. За 2008 года он оставил свой пост совета директоров и вообще не принимает участие в управлении компанией. В настоящее время его пакет составляет всего 1% от общего количества акций. Компания владеет тысячей других акционеров и ею управляют совсем другие люди. Да, действительно, Билл Гейтс занимается распространением и популяризацией вакцин. К разработке патента Билл Гейтс не имеет никакого отношения. Технологию разрабатывали совсем другие люди. Как мы выяснили, номер 060606 присваивается различным патентам каждый год. Патент не предусматривает чипирование. В описании говорится о внешнем устройстве считывания. Также человек должен знать, каким образом получить криптовалюту, иначе он не сможет соответствовать условиям выплат. Зачем тогда вживлять ему чип скрытно через вакцины? Тем более, что мы уже разобрали, что чип под кожей это дополнительные проблемы для его питания и обслуживания. И последняя проблема. Вакцинацию жителей России будут проводить с помощью прививок, разработанных и сделанных в России. Поэтому Билл Гейтс не сможет туда засунуть свои чипы. В итоге получается, что между Биллом Гейтсом, патентом Майкрософт и всеобщей вакцинацией в России нет вообще никакой связи. Ну что же, похоже, что у нас тут самая некачественная и плохая теория заговора за последние 10 лет. Ну, сами посудите. Обычно это выглядит вот так. Вот у нас совокупность фактов, а точнее интерпретации конспирологами этих фактов. Часть фактов, которые вписываются в теорию заговора, конспиролог берет себе на вооружение, а остальные, которые не вписываются, игнорирует. Тогда как научная теория объясняет все факты или подавляющее большинство. Что получается у Михалкова? У Михалкова даже с учетом натягивания совы на глобус и неправильных, неверных интерпретаций данных не получается выстроить смысловую цепочку. У него по итогу страшилки про вакцины не стыкуются с патентом, а все это не стыкуются с грефом и так далее. То есть, несмотря на то, что часть фактов высосана из пальца и притянута за уши, все равно выстроить цельную смысловую цепочку не получается даже к концу видео. Ух, что-то мой мозг уже подустал. Ваш, наверное, тоже. Давайте я облегчу ваши страдания и перескажу оставшиеся 20 минут видео в более короткой форме. В общем, Михалков так и не объясняет даже в самом конце видео, каким образом людьми будут управлять через вот эту криптовалютную систему. Он также не объясняет, зачем нужно чипирование скрывать под вакцинацией, если человеку все равно придется объяснять, за что он будет получать валюту, а за что нет. Дальше он переключается на грефа и говорит, что тот, дескать, хочет оставить людей всех на дистанционном обучении даже после окончания режима самоизоляции. Зачем? А для того, чтобы снизить качество образования и чтобы необразованного быдла стало больше, а умных людей меньше, чтобы обществом было легче управлять. Прикрепляет к этому весьма скандальное высказывание грефа восьмилетней давности. Только все люди поймут основу своего я и самоидентифицируются, управлять, то есть манипулировать ими будет чрезвычайно тяжело. Но греф работает не в одиночку, а работает он по указке ООН, которая стремится уменьшить уровень образования, чтобы уменьшить уровень потребления ресурсов. Смотрите. Еще в 2006 году аппаратом ООН был принят документ под названием «Повестка дня 2030», который определяет своей целью образование для устойчивого развития всего населения Земли. Вся программа, а особенно компонент образования, оправдывается необходимостью устойчивого развития в мире. А устойчивость, по мнению ООН, может сильно мешать избыточное образование. Избыточное образование на самом деле представляет угрозу для устойчивости. Как правило, более образованные люди с более высокими доходами потребляют больше ресурсов, чем малообразованные люди, которые имеют тенденцию иметь более низкие доходы. Это открыто написано, выпубликовано в 2006 году документе. Это цитата не из документа ООН. Это цитата из статьи, которая называется «ООН превращает население Земли в биомассу». Причем в оригинальном документе ООН такой цитаты нет. Там вообще не встречается термин «избыточное образование». А весь доклад посвящен тому, чтобы как раз увеличить уровень этого самого образования. Там черным по белому пишут, что увеличить благосостояние бедных стран можно только увеличив уровень образования. Вообще, если бы Билл Гейс действительно был бы в сговоре с ООН, то возможно увеличить уровень образования, а не уменьшить. Это было бы даже более логично с целью экономии ресурсов. Вот смотрите, у нас поднимается уровень образования, женщины начинают меньше рожать, а чем меньше людей, тем меньше выбросы CO2 в атмосферу. Причем совершенно непонятно, как они будут осуществлять этот зловещий план по реформе образования, если учитывать, что, к примеру, у премьер-министра Мишустина полномочий как-то побольше будет, чем у Грефа. И он против. Кто думает по этому поводу премьер-министр Михаил Мишустин? Современные дистанционные онлайн-методы могут помогать быть отличным подспорьем, инструментом в работе, практикум и через интернет можно проводить. Но ничто не заменит той самой университетской, институтской среды, которая формирует классных врачей, классных инженеров, классных педагогов. Я на всякий случай напоминаю, что Греф вообще-то к правительству не имеет никакого отношения. Он глава Сбербанка. Он не пишет законы, по которым мы потом будем с вами жить. Поэтому получается, что можно пока спать спокойно. В конце Никита Сергеевич вспоминает про большую долю иностранцев в акционерах Сбербанка. Как это все связано с чипированием и гейтсом из начала ролика, не совсем понятно. В самом конце видео он не говорит зрителю, кто виноват и что делать. В общем, пазл, который соорудил Никита Михалков, никак в цельную картину не собирается. Так почему этот ролик изъяли из эфира? Потому что там много фейков? Да нет. Канал РНТВ прекрасно функционирует. Каждый день рассказывает про инопланетян или снежного человека. Или, например, выпуск про Билла Гейтса. Вакцины и чипирование вышел на первом канале одновременно с выпуском Михалкова. Но его почему-то с эфира не сняли. А все просто. Просто Никита Михалков в своем ролике задел приличных людей, приближенных к власти. А также поднял вопрос о том, что, дескать, наше государство не является самостоятельным, а зависит полностью от зарубежных партнеров. А это уже перебор. Понимаете, вы в принципе на федеральном телеканале можете придумать любые небылицы, придумать любые фейки про Украину, американцев, сколько угодно засирать людям мозг, и вам ничего за это не будет. Но как только ваши фантазии и выдумки начинают касаться приличных людей, то вашу программу закрывают. Понимаете, это никакой не рейд в рамках антифейкового закона. Антифейковый закон не для того, чтобы защитить правду. Он для того, чтобы защитить государственные СМИ от конкуренции. А выпишут ли штраф в 300 тысяч режиссеру программы «Человек и закон» про чипирование и Билла Гейтса? А выпишут ли штраф каналу, на котором опубликовано интервью врача, который говорит о том, что средств защиты не хватает, а коронавирусные доплаты им не платят? Да, выпишут. Хоть это и будет чистой правдой. Вот так и будет работать закон, не сомневайтесь. А, точнее, он уже даже работает. От 30 до 100 тысяч рублей штраф огрозит жительнице Вологды, распространившей недостоверную информацию о зараженных коронавирусной инфекцией. И напоследок, у меня таки есть ответ на вопрос, кто хочет сделать из нас биомассу. Все. И западные, и наши капиталисты. И если на службе западных олигархов МВФ и ООН, то на службе у наших Киселев и Михалков. Михалков пытается играть из себя оппозиционера, нападает на банкиров и олигархов, типа переживает за народ, но на самом деле он один из них, он точно такой же. Согласно обнародованной Минкультом 24 мая 2018 года информации, Никита Михалков заработал за 2017 год 529 миллионов рублей, то есть полтора миллиона в день. У режиссера также нашли 89 земельных участков, 11 нежилых зданий, 6 жилых домов, 6 квартир и частный вертолет. Имя Михалкова встречается среди учредителей или совладельцев десятков фирм с разными сферами деятельности. Михалков играет на руку Кремлю, он выгоден правительству России. Вот смотрите сами. Вот Единая Россия с определенным четким направлением мыслей. Есть несистемные коммунисты, есть либералы. Человек разочаровывается в Единой России. Путина он уже не любит, но поскольку он православный, коммунистам идти как-то не с руки, поскольку патриот к либералам, которые любят все западное, тоже не очень. И он натыкается на творчество Никиты Михалкова. И там с его вектором мышления происходит вот это. Мысли превращаются в кашу, все смешивается со всем, и по итогу человек не только не попадает в оппозиционное движение и не может защитить свои интересы, он по сути возвращается к той же Единой России. Да, этот выпуск получился длиннее, чем обычно. И я все равно не успел разобрать еще огромное количество тезисов, которые озвучил Михалков. Ну что поделаешь, говорить глупости всегда быстрее, чем их разбирать. Если вы хотите, чтобы я сделал еще один разбор на творчество Михалкова, пишите об этом в комментариях к видео. Но, правда, если честно, мне бы самому не очень хотелось бы. Очень уж тяжело мне дался этот выпуск. Очень тяжело психологически смотреть на его усатую лицемерную физиономию и сохранять психическое спокойствие при этом. С вами был Василий Садонин. Это проект «Выход есть». Я прошу вас максимально распространить это видео. Да, конечно, до большинства любителей заговоров и РНТВ мы не достучимся. Но есть реально хорошие люди, которые просто запутались. И им это видео может помочь. Спасибо за просмотр и до новых встреч!